Добрый вечер, это программа Город С и я Елена Черневская. Ну а сегодня я буду разговаривать с Анатолием Александровичем Захаркиным, директором школы номер 74, отличником народного просвещения и одним из первых обладателей почетного знака губернатора земли Самарской за труд во благо земли Самарской. Ну а школу, которую он возглавляет, является сегодня признанным лидером школьного исторического краеведения на территории Самарской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, о вашей педагогической карьере. Как давно вы пришли работать в школу? Ну в школе я сегодня уже, на сегодняшний день я работаю 36-й год в образовании. Из них 33 года я работаю директором школы. Три года я работал заведующим районок Выборжского района. Пришел в школу в 79-м году и по сей день работаю в должности директора. 74-й школы. Ну а если все-таки вспомнить, с чего все начиналось? Какие, может быть, главные вехи вы можете вспомнить, ну и, конечно, обозначить вашу педагогическую трудовую деятельность? Ну, первая школа, это, наверное, как и первая любовь, это 51-я школа. Совхоз Рубежная, это с 80-го по 86-й год. Это становление директора, это, будем говорить так, первая проба, это ошибки, это неудачи, это победы, это завоевание авторитета, становление характера и видение вообще перспектив работы в директора школы. Потом, после, с 86-го по 89-й год я был заведующим района Куйборжского района, а с 89-го по 2007-й директором 57-й школы, где, собственно-то, и вот эти краеведческие видения, краеведческие перспективы, краеведческая работа началась. И с 2007-го по сегодняшний день я являюсь директором 74-й школы. Ну вот, согласитесь со мной, непраздные вопросы, непраздная тема. С чего начинается любовь к родине? Как развить сегодня чувство патриотизма у детей и как воспитать настоящего гражданина, человека с активной жизненной позицией? Я думаю, что на сегодня на эти вопросы мы обязательно получим ответ в этой передаче, но и главным, конечно, информационным поводом сегодня в школе завершились педагогические чтения или педагогический педсовет, краеведческий. Расскажите, пожалуйста, как в этом году прошло мероприятие? Замечательно. Сегодня мы завершили свою работу. Было порядка 110-120 человек на очной форме и порядка 40 человек в очной форме. То есть география представлена от территории Дальнего Востока до Сибирь. Ну, большую, конечно, больше всего это вот по Волжи. Идея-то родилась, и Крыльеведческий педсовет как педагогические чтения, она носит имя Сигурта Уотовича Шмидта, нашего академика, учителя моего. Я себя причисляю к его ученикам, с которым мы в тесной дружбе и сотрудничестве проработали 20 лет. Я вспоминаю 93-й год, когда он во главе экспертного совета приехал, тогда я работал в 57-й школе, по нашему приглашению приехал к нам с тем, чтобы посмотреть нашу работу, оценить и решить вопрос о присвоении статуса 57-й школе как экспериментальной площадки. К тому времени мы уже с 91-го года были областной Крыльеведческой школой-лабораторией, и уже за три года, за два года уже наработана определенная работа, отработана концепция, разработаны программы учебные, внеклассные по Крыльеведнию. Поэтому в 93-м году, когда Сигурд Откович прибыл во главе солидной компании, там были представители экспериментального центра Крыльеведния и этнографии, они побыли у нас в течение пяти дней, и вердикт был однозначный. Потом был издан приказ по экспериментальному центру Крыльеведния и этнографии Министерства образования Российской Федерации, и мы стали первой в России экспериментальной площадкой по вопросам школьного Крыльеведния. Но ведь и Крыльеведение, это направление было выбрано далеко не случайно. Скажите, предпосылки какие-то были, задатки или почему? Вы знаете, я пришел в 91-м году в школу, ой, в 89-м году в 57-ю школу, в то время там уже была неформальная группа, возглавляемая замечательным человеком, моим соратником, любимым краеведом для многих поколений, учащихся Куйбышевского района, это Василий Михайлович Круглов. У него было неформальное объединение, кто, если не ты, сокращенно Кент назывался. Так вот, 91-й год, почему мы 91-й год, так сказать, начали с того, что выступили с инициативой присвоения областной кровеческой школы-лаборатории. Там уже наработок было очень много, и программы авторские, и выступления в Артеке, и работы в археологических экспедициях. То есть поле уже было подготовлено. Ну, а толчком было то, что вот эта группа уже выросла за рамки школы, уже за рамки неформального объединения. И когда вот эта идея краеведения проникла во все сферы 57-й школы, когда дети совершенно случайно нашли фотографию, фотографию военных лет, когда, на которой был изображен полный выпуск детей, которые буквально со школьной сами ушли на фронт. Ушли на фронт, и вот с этого начался поиск. Поиск очень интересный, на мой взгляд, который привел к тому, что нашими детьми в результате вот этих поисковой работы, в архивах, в беседах с очевидцами, было выяснено, что порядка 190 человек, учителей и учащихся 57-й школы погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Это 80% личного состава, поэтому это, наверное, на территории Самарской области ни одна организация таких потерь не понесла. И тогда мы по результатам вот этих вот исследований, по результатам этой поисковой работы выступили с инициативой увековечения памяти этих учителей и учеников и на фронтоне школы. Вот эти мемориальные доски появились в год 50-летия Великой Отечественной войны. Но до этого мы уже стали федеральной экспериментальной площадкой в 93-м году. В 94-м и 95-м мы уже провели при помощи администрации городского отдела народного образования два федеральных семинара на базе 57-й школы, на которых присутствует порядка 43 представителей со всех регионов страны. Я должен заметить, что вот мы стали первыми. И это какой-то отпечаток, ответственность. Ведь мы представляем не просто 57-ю школу везде и всюду, а ведь каждый год мы с отчетом о своей работе, как экспериментальной площадке, отчитывались в Москве на ученом совете экспериментального центра. Был даже случай, когда в 95-м году, уже когда образовалось 16 школ, Сигурд Тотович Шмидт, мы опаздывали на заседание, он говорит, подождите, наша первая экспериментальная площадка не прибыла. Нас ждали, мы приехали, и все равно всегда мы были первыми. И вы знаете, это и ответственность, и, наверное, почет представлять свой город на уровне Москвы, и говорить о том, что мы представляем не просто школу, коллектив педагогический, ученический, родительский, а мы представляем педагогическое сообщество города Самары. Ну вот, кстати, Антон Александрович, мы, конечно, не могли не пропустить события, и краеведческий педсовет мы, конечно же, побывали. Вы знаете, лично меня поразило, что к вам приехало такое количество гостей, педагогов, представителей власти, науки, образования, и мы у них спросили, ну вот, каково их отношение к этому мероприятию? Я предлагаю послушать. Давай. Прервемся. Внимание на экран. Лазер Иванович, ну, я так думаю, что не случайно, конечно, вы здесь находитесь на мероприятии, которые проходят уже с 2013 года, да, в этой школе. Расскажите, пожалуйста, какое значение вы, краеведа России, придаёте подобным мероприятиям? Ну, я что хочу сказать, что вот подобные мероприятия, проводимые школьниками, у нас в России довольно-таки редкие. Мы собираемся, ведь сейчас понятие любого человека, краеведа, это люди, умудрённые опытом, которые сидят за книгами, не выходят из библиотек, из архивов, но есть и другое понятие, как школьное краеведение. И вот, к сожалению, школьное краеведение у нас в последние годы, оно, ну, как бы, не развивается так, как нам хотелось. И вот один из опытов школы, 74 города Самара, как раз для нас интересен. И я думаю, что вот подобный опыт надо распространять. Почему? Потому что если у нас не будет молодёжи в краеведческом движении, а у нас отличается такое понятие просто краеведение и краеведческое движение, вот как раз здесь есть движение. Потому что понятно, что школьник, студент, они же не будут делать тех открытий, которые люди там десятилетиями сидят в архивах. Но если мы с ними не будем заниматься, мы не будем их обучать этой работе, а когда же у нас появятся краеведы? Ну и давайте так вот, что такое краеведение? Это то, что человек прививает любовь к родине. То, что человека, ну, заставляет думать о своей родине. И человек, который вот этим занимается, он уже никогда не разобьёт вам ни остановку, ни что-то не сделает плохо, потому что ему родина дорога своя. Ну и давайте так думать, что и ведь идёт у нас молодёжь отток в столичные города, где более лучше живётся. А вот краеведение, конечно, это не решайший инструмент, но один из инструментов, который может сохранить вот эти трудовые ресурсы. Наконец, краеведение стало частью культуры. Я вам сейчас скажу, почему частью культуры. Был 4-й Петербургский международный культурный форум. Вот до 4-го форума краеведения там вообще не было. А вот 4-го форума нас туда приглашали, я в том числе там был. Это по таранажам правительства Российской Федерации проводилось. Отдельная площадка была. Наконец, дошло, что краеведение – это и есть часть мировой культуры. ЮНЕСКО, под эгидой ЮНЕСКО проводится. Поэтому сейчас, наконец, мы, можно сказать, сдвинулись с мёртвой точки. Я думаю, что будет хорошо. И особенно хорошо, если мы будем продолжать работу с нашим подрастающим поколением. Анатолий Александрович, я думаю, что есть у вас комментарии к интервью вашего коллеги. Да, Владимир Иванович Первушкин – член Президиума Российского Союза краеведов России. Недавно, буквально две недели назад, мы были в Союзе краеведов. Разговаривали с председателем Союза краеведов Владимиром Фольфовичем Козловым. Говорили о том, что, наверное, это очень актуально. Во-первых, чтить память выдающегося педагога, выдающегося краеведа Сигурта Точешмитта. Во-вторых, вот эта подвижническая деятельность и те цели, которые мы ставим перед собой. Это аккумуляция опыта всех педагогов-краеведов, педагогов-краеведов России, чтобы мы действительно оставили своему поколению те наработки, с которыми потом молодые учителя будут заходить в классы, будут учить нашего подрастающего поколения, чтобы оставить после себя это. Я думаю, Владимир Иванович в своем обращении и в приветственном письме от Союза краеведов очень много отметил заслугу. Вы знаете, что отмечал Сигурт Тотович? Почему именно центр краеведения переместился в Самару? Потому что здесь уникальная система выстроена. Выстроена уникальная система, о которой сейчас Владимир Иванович сказал, что краеведение вошло в НЕСКО и так далее. А в Самаре всегда была цельная выстроена система краеведческих знаний. Смотрите, если мы возьмем циклограмму, допустим, Департамента образования по всем аспектам. Я исследователь, с начальной школы мы уже включаем краеведение в экспериментальные работы, в творческие работы детей. Дальше Головкинские чтения, Алабинские чтения, Георгиевские чтения. Все это на уровне школы. Дальше идет высшая школа. Смотрите, какие уникальные ученые. Это и Петр Серафимович Кобытов, Ленар Васильевич Хромков, вечная ему память. Это один из основателей краеведческой школы в Самаре. Это Репенецкий Александр Иванович, это Завальный Александр Никитич, Алексушин Глеб Владимирович. Это наши архивы, которые все целы и всегда у нас участвуют в краеведческом педсовете. Это, конечно, безусловно и музей имени Алабина, который в прошлом году, кстати, занял в России второе место. Это и музеи школы. Каждая школа у нас сегодня в городе Самаре имеет свое лицо, краеведческое лицо, потому что в каждой школе занимается этим. Смотрите, в прошлом году музей сотой школы занял первое место в Приволжском федеральном округе. Это тоже показатель. То есть выстроенная система и система взаимодействия между высшей школой и общеобразовательной школой. Это уникальный опыт. Я не могу с вами не согласиться, тем более, что мы сейчас видели, что вас поддерживают на российском уровне. Но еще и отрадно понимать, что и администрация города Самара, и области, департамент также оказывает вам поддержку. Вот у нас есть интервью в подтверждении, я также предлагаю его послушать. Елена Марковна, находимся по самарским меркам на самом деле на очень значимом мероприятии. Скажите, пожалуйста, как ваш центр, а какую оказывает поддержку, взаимодействие и вообще, какую лично вы дадите оценку сегодняшнему мероприятию? Сегодняшнее мероприятие очень значимо. Три года назад впервые были проведены эти чтения. То, что они уже третий раз проходят, это подтверждает интерес педагогического сообщества к данному мероприятию. И количество участников, конечно, год от года растет. В структуре нашего центра есть областной центр туризма и краеведения. И основная задача и центра туризма и краеведения, вообще всего нашего большого многопрофильного учреждения, это информационно-методическая поддержка краеведческой работы, это и распространение нового опыта, это и выявление интересного передового опыта, который накоплен на территории Самарской области. Отрадно, что огромное количество педагогов подали свои заявки на участие в этой конференции. И отрадно, что сегодня в зале очень много знакомых лиц, которые много лет занимаются краеведческой работой. Они выявляют интересные места памятные, они занимаются сохранением этих памятных мест. Они находят в архивах, не только в архивах Самарской области, в нашем государственном архиве, а и в архивах других городов и даже других стран информацию о наших земляках, о самых интересных людях Самарской области. Для детей это очень важно. Во-первых, осуществляет связь поколений. В этой школе очень хороший музей располагается. В этой школе огромный волонтерский отряд, который много лет занимается поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов педагогического труда. И первый проект, который зародился в этой школе 7 лет назад, он назывался «Люпов крест». Это восстановление памятника в заповеднике нашем. Конечно, для детей это важно. И этот проект здесь в школе не заканчивается, он продолжается дальше и передается от поколения в поколению. Огромное количество ребят, которые занимаются здесь, при музее в школе юных экскурсоводов, они, конечно, узнают краеведческую часть нашей области и представляют ее на различных уровнях. Это уже не только на уровне области, это еще и на уровне России. Но и, соответственно, поскольку это волонтерский отряд, он передает свою информацию, эти дети, они несут заинтересованность в краеведении другим детям нашей области. На смены выезжают, там представляют свой опыт. Выезжают другие образовательные учреждения нашей области. Там с такими же увлеченными ребятами делятся своим опытом. Это очень интересно. Александр Александрович, колоссальное внимание к мероприятию. Конечно, честь вам и хвала. Заслуга ваша, безусловно. Да. Я вот, Елена Марковна, сказала о часовне надгробия героя абордонной порт-атур став в капитале Люпове, на которой мы уже выезжаем на протяжении многих лет. Мы нашли ее в заброшенном состоянии, в селе Ермакова, часовне надгробия, которое было превращено буквально в туалет. Мы его раскопали, дети поработали в архивах, в том числе и в Ярославле. И узнали о том, что брат штабс-капитана Люпова, который осел после обороны порта Артура, вот как раз Елена Ермакова, которого убили, значит, жители пьяные. И, собственно-то, он построил вот эту часовню. Часовня, которая является одним из старейших воинских захоронений. И тогда родилась идея восстановления, реставрации, заботы об этом старейшем воинском захоронении. Мы каждый год выезжали с детьми. Это палаточный лагерь. К нам приезжали представители из Великобритании, Норвегии, Германии. Мы вместе с ними из Санкт-Петербурга, мы вместе с ними... Ну, конечно, мы не строители, конечно, мы не реставраторы. Но ухаживать за этой часовней... У меня сохранилась запись 92-го года, когда мы на Троицу вместе с детьми. Я пошел в пароходство «Волготанкер», попросил подъемный кран водный. Ну, конечно, сейчас бы никто его не дал. Но в те времена наши речники откликнулись, и мы в 92-м году подняли надгробный камень, который 70 лет пролежал на берегу Волги. И все время как-то нас это очень заботило, потому что сама целостность нарушена была часовня. И вот мы этим подъемным краном восстановили целостность. И, вы знаете, мы приезжали ведь просто на добровольной основе. Ставили лестницу, ставили палатки. Нас никто на начальном этапе не финансировал, потом уже стал департамент финансировать. И мы заметили, как жители Ермакова... У них как изменилось отношение... Отношение к этой часовне. Раньше там приходили пьяные ребятки, там наверху они пели песни. А потом как-то утром, просыпаясь с детьми, мы обнаружили, кто принесет картошки, кто принесет молока. Молоко так стабильно приносили. Потом дети... Ведь там была зеленая зона, там останавливались теплоходы. Люди приходили, смотрели. Мы организовали экскурсии на эту часовню. Ребята рассказывали об этом удивительном человеке, о его заслугах. То есть вот так как-то становление, потом вводили на каменную козу экскурсию, сформировался проект, который был частью проекта «Самарский некрополь». Мы ведь и этим занимались. Антон Александрович, давайте... Конечно, я понимаю, что вы ходите к себе на работу ежедневно. А вот сейчас... Вы потому что руководитель, директор 74-й школы. А вот сейчас я предлагаю вам посмотреть на свое учреждение образователя немножечко со стороны. Давайте мы посмотрим сюжет о 74-й школе и посмотрим, и покажем нашим уважаемым телезрителям, как прошел краеведческий педсовет 74-й школе. 29 и 30 марта 2016 года в городе Самара состоялись третьи российские ежегодные педагогические чтения имени академика Рао Сигурда Оттовича Шмидта «Краеведческий педсовет». Первые российские ежегодные педагогические чтения имени академика Шмидта «Краеведческий педсовет» впервые прошли в Самаре 23 октября 2013 года. Они подтверждают слова академика Шмидта, неоднократно говорившего, что Центр методики российского школьного краеведения переместился в Самару. Именно педагоги, как никто, понимают справедливость слов. Прежде чем стать гражданином страны, надо быть гражданином родной школы, села, города. Важное значение имела постоянная поддержка администрации Кубишевского района города, департамента образования города Самара. 74-я школа – это у нас считается, наверное, самая лучшая школа в районе, потому что здесь очень много деток обучается, во-первых. Во-вторых, очень сильно преподавательский состав. В прошлом году было завершено строительство школьной хоккейной коробки. Соответственно, здесь у нас тренируется районная хоккейная команда. Ну и, соответственно, сейчас, когда будете ходить по школе, увидите, в каком состоянии находится школьная аудитория, какой шикарный актовый зал. Ну и, соответственно, какие, я считаю, здесь гордость нашего района – это дети. Потому что дети – это самое главное, это наше будущее. Мы, как представители власти, оказываем максимальную помощь в том, чтобы такие мероприятия проходили. Потому что это краеведческие встречи такие, они зарождают в наших детей именно того, что такие вот, как сказать, даже лучше, любовь к своей малой родине, которая потом перерастает в любовь к большой родине. Потому что не может быть у нас любви к большой родине, если ты не знаешь то место, те родные края, где ты родился. И поэтому я считаю, что наши детки, которые узнают лучшую историю своего края, своего района, своей области, это им идет на большую пользу, потому что у них начинает с младых ногтей складываться именно вся эта большая пирамида, которая называется любовь к родине. Главное для педагогов 74-й школы – видеть и постоянно обогащать свою систему краеведения, ориентируясь на достижение целей и реализацию задач современной российской школы. Когда у нас зашел разговор о проведении этих краеведческих чтений, мы, конечно же, понимаем всю необходимость реализации этого направления в общеобразовательном процессе. Невозможно воспитать гражданина, если он не знает историю своего края, и если он не любит свой край, не хочет остаться в нем и сделать для него, для все возможное, все от него зависящее, чтобы этот край, его любимый, родной, стал лучше, уютнее, красивее. Ну и, естественно, этому мы придавали очень большое значение. И вместе с директором данного образовательного учреждения, школы 74-й, мы, в общем-то, изучив опыт его работы предыдущей, которой он имел, огромный опыт работы, да, на уровне, на всероссийском уровне, мы решили провести вот такое вот педагогические такие чтения, краеведческий педсовет, и уже в третий раз успешно его проводим. Он очень пользуется большой популярностью, мы поддерживаем данное направление и всегда принимаем участие, и не только мы, как говорится, как департамент образования, но и все педагогическое сообщество. Города Самара поддерживает это мероприятие и очень любит в нем участвовать, принимать участие. Что нам это дает? Нам это дает, во-первых, опыт, да, то есть каждая школа, приняв участие здесь, может изучить опыт другого образовательного учреждения, в свою методическую копилку приобрести какие-то новые знания о своем родном крае, а потом их использовать в образовательном процессе для воспитания детей. Ну, поэтому невозможно, конечно, не участвовать в этом мероприятии и не поддерживать его. С приходом в это образовательное учреждение Анатолий Александрович, конечно, данная школа очень сильно изменилась во всех отношениях. Он сумел добиться очень многого, не только внешне изменить данное образовательное учреждение. Вы видите, насколько оно уютное, насколько оно приспособлено к образовательному процессу во всех отношениях, да, и внешне изменить его, и внутренне, я имею в виду, образовательный процесс, наполнить новым каким-то содержанием, новыми направлениями. Данное образовательное учреждение у нас стоит на одном из первых мест по всем направлениям воспитательной работы, по результатам учебной деятельности, по результатам учебно-исследовательской деятельности. И все это только благодаря ему, конечно, потому что человек настолько искренний, настолько самоотверженно занимается всем этим, настолько он любит школу, любит детей, любит свою профессию, что он не может оставаться равнодушным ни к одной проблеме, которая в городе возникает. В педагогических чтениях принимали участие педагоги школ, детских садов, методисты, преподаватели вузов, колледжи, техникумов, сотрудники библиотек, музеев и архивов. Среди гостей участников чтения – педагоги из Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, также Самары и Самарской губернии. По итогам работы чтений определены лучшие доклады. Также прошло награждение участников. Лучшие доклады, выступления и проекты отмечены грамотами Педагогического общества России и Союза краеведов России. Ну что же, Анатолий Александрович, я думаю, что заключительное, ответное слово я вам обязана предоставить. Вы знаете, в последних роликах очень много отводилось внимания мне, как директору. Но ведь в краеведении, как и в образовании в целом, нет слова «я», есть слово «мы». Я говорю о том, что, наверное, вот все то, что мы делаем, это заслуга не только моя и совсем не моя. Заслуга моего педагогического коллектива, моих учеников, которых я не называю «дети, самые лучшие дети на свете». Это заслуга, конечно, родителей, с которыми мы работаем. Мы все разные, но все нас объединяет одно. Мы и на сайте нашей школы, это и есть мое высказывание, что педагогика, вернее, познание начинается с удивления, а педагогика начинается с любви к детям. Вот это, наверное, является квинтэссенцией деятельности нашей. А те результаты, которые мы имеем на сегодняшний момент, а мы имеем, это заслуга всего педагогического сообщества городского округа Самары. И в заключение мне хотелось бы всех поздравить с наступающим юбилеем города Самары, 430-летием. Я думаю, что вот этот форум, который прошел на базе нашей школы, он позволит нам объединить наши усилия, замечательно встретить этот юбилей. Я думаю, что вот то удивление, которое мы ощущали на протяжении всех двух дней, наблюдая на мастер-классах, какие чудеса творят наши педагоги, они помогают нам, они вдохновляют нас, они ведут нас к новым свершениям. Я думаю, на этом наша деятельность не закончится, мы будем ее совершенствовать. И обязательно пригласим вас на четвертые педагогические чтения имени Академика Шмидта. И вот я так думаю, что в планинге-то у вас какие планы и перспективы? На чем вы сейчас работаете? О чем сейчас болит душа? Сейчас болит душа. Мы на электронные носители сбросили все, абсолютно все кассеты, которые были сняты Сигуртом Академичем Шмидтом. И 13-го числа мы будем представлять их, и Краеведческий педсовет, как наш форум на всероссийских чтениях в Москве. Ну что же, я благодарю вас. Я поздравляю вас с очень значимым мероприятием, которое прошло в 74-й школе. Конечно же, спасибо всем, кто принял в нем участие. Спасибо, что пригласили нас. Спасибо за интересную и за теплую очень беседу. Успехов. Всего самого вам замечательного. Спасибо. И вам, и вашим детям. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»